Колбасы Тройкурова теперь в новой упаковке. Ясная горка. Ясно, что вкусно. Ягодный сезон в самом разгаре. Но все так скоротечно, что и в наслаждении вкусом необходимо, если не торопливость, то расторопность. Надо успевать. Так сказать, на пике ягодной активности уже нужно располагать достаточным количеством рецептов для приготовления вкусных блюд и заготовок впрок. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот, к примеру, вишневые сады в этом году наконец-то активны и показательны. Варенье варить, полный вперед, компоты маринада и вкусное решение. Пироги и десерты – здорово. Ну а сегодня, взяв за основу вишню, мы обратим наше внимание на замечательные соусы индийской кухни – чатни. Если озадачиться вопросом, когда и как они возникли, то есть истории, и точно потеряешься в веках. Но идея и технология приготовления абсолютно прозрачны. Фруктовая или ягодная, или фруктово-ягодная смесь с самыми разными специями, или уваривается до однородности, или готовится свежий. Все перетерли, перетолкли, индийское яркое солнце поспособствовало некоему упариванию. Особенно, если в доме просто нет печи. Отличный выход из ситуации. И с этим фруктово-ягодным чудом чатни, в отрыве от исторической родины, их часто называют пряными острыми вареньями. Аппетит может разыграться хоть над чем. Рис, морепродукты, мясо, птица. Главное – создать правильную соусную композицию и не перепутать пропорции. Не случайно же в ту пору, когда чатни стали популярны в Европе, в Англии прежде всего. Их составом занимались, не поверите, аптекари. Ведь у аптекарей навыки точной работы и весы. Кстати, впервые чатни завезли в Англию в самом начале 17 века. Это была ароматная манго, распасованная по керамическим горшочкам, стоившая очень дорого и ставшая примером для подражания. Примером, поскольку и на европейский лад, как уж сказано, аптекарским способом можно приготовить что-то подобное и бесподобное. Но что же сейчас? Сейчас мы, во-первых, зачастую буквально выискиваем новые вкусы, чтобы и гастрономически сделать свою жизнь интереснее. И это своеобразная прививка от хронического стресса. Во-вторых, мы интуитивно выбираем рецепты, которые не унесли бы, не смазали, не слезнули наши оставшиеся от работы силы. В этой связи абсолютно точно в тему то, что чатни, есть такое мнение, традиционно в индийской кухне, подаваемое в маленьких-маленьких плошечках, само слово с одного из тамошних диалектов переводится как «слезнуть». Вот так добавил чуть-чуть капельку самую к основному продукту такого волшебного соуса, попробовал, и все стало чуть-чуть по-другому. Лучше и вкуснее. Чатни из вишни. Вишни без косточек засыпать крахмалом. В кастрюльке с толстым дном в небольшом количестве воды растворить сахар, добавив вишню и все ароматные специи. Тертый имбирь, гвоздику, корицу, черный и красный перец. Посолить. После закипания чуть уварить. Соус готов. Подавать к мясу можно даже холодному. Мы выбрали именно этот вариант. И наслаждаться вкусом и даже названием. Чатни из вишни. Красиво звучит. Красивого вам нового дня. И все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok